Привет всем, друзья! Сегодня, как и обещал, я сделаю небольшой обзор фонари Кассандри Йота 3. Рассмотрим его все хорошие и плохие стороны, ну и сделаем небольшой тест его в ночное время. Итак, давайте посмотрим, чем же комплектуется наш фонарь. Ну, начнем с чехла. Чехол у нас выполнен из влага, пылезащищенной такой ткани. Я бы сказал даже, что он может выдержать небольшие погружения под воду, кратковременные. На чехле у нас фирменный нанесенный бренд. Также к чехлу пристегнут вот такой пластиковый карбоновый карабин. И затягивается наш чехол стропой. Вот так вот. Что у нас в чехле? В чехле у нас, друзья, кабель для зарядки, то есть микро-USB и обычный USB. И плюс в середине у нас еще два отделения кармашки. Вот. Кармашек для USB у нас идет из сеточки, такой вот мембранки, на отдельном замочке. Давайте рассмотрим зарядку. Ну, в зарядке, я бы сказал, ничего сложного нет. Это у нас обычный USB, тоже брендированный. То есть, с нанесенным на него логотипом Sanry. Весь кабель у нас имеет, ну, примерно где-то, вот согнутый вдвое, имеет где-то около 30 сантиметров. На кабеле тоже вот такие вот у нас лейбочки. Вот. Где нам разъясняют, что тут пишут, что у нас входной 5 вольт и 2000 мА максимум. К сожалению, друзья, в комплекте не предусмотрена зарядка, не автомобильная, не обычная. Вот. Но вы можете также воспользоваться обычным повербанком, что очень удобно. Да, вот мне интересно будет даже, работает ли повербанк с данным фонариком в режиме реального времени. То есть, ну, чтобы мы как бы экономили данный аккумулятор самого фонаря, да, а использовали наш повербанк в качестве источника питания. Будет очень интересно посмотреть, насколько это функционально. Ну, а для зарядки мы можем использовать, друзья, разные вспомогательные зарядки. То есть, вот такая вот зарядочка может использоваться у меня, как вот эта вот, на полампера, на 3 вольта. Также может использоваться и вот такая вот зарядочка, как у меня, от мобильного телефона LG, например, да. То есть, она имеет уже у нас 1 ампер и 5 вольт. Сам фонарь у нас имеет вот такой вот диод. Диод у нас работает в двух режимах. То есть, в режиме зарядки и в режиме использования и индикации заряда батареи. Мерцает он двумя цветами, зелёным и красным. И показывает, насколько разряжен, заряжен наш фонарь. В режиме заряда всё просто. Индикатор горит красным, когда батарея у нас заряжена до 95%. И горит зелёным, когда батарея заряжена у нас от 95% до 100%. Немножко сложнее с режимом индикации самого заряда батареи. Значит, наш индикатор будет гореть зелёным цветом, когда наша батарея будет заряжена от 30% до 100%. Будет греть красным, когда наша батарея заряжена от 5% до 30%. И будет мерцать красным, когда наша батарея практически разряжена и заряд её до 5%. Что касается батареи, друзья, батарея у нас стоит литиево-полимерная, входящий ток 5 вольт, 1 ампер максимум. Ёмкость батареи 3,7 вольта, 1800 миллиампер. Значит, фонарик у нас состоит из такого вот пылевлагоударозащищённого корпуса. Имеет защиту IPX5, что защищает наш фонарик от прямых струй воды. То есть, мы можем не бояться дождя проливного. Плюс, к тому же, используется при низких температурах. То есть, рекомендован при использовании на температуре до минус 15 градусов. Ну, что не может не радовать, конечно. Центральный светодиод у нас идёт КРИР4. Довольно мощный тёплый свет. Два боковых у нас холодных. Боковые предназначены для ближнего света. Имеют три режима. Центральный светодиод у нас имеет четыре режима. Итак, друзья, давайте поговорим о самом фонарике всё-таки. О режимах свечения. О самом главном. Вот. Ну, по заводу производителя, да, у нас есть четыре режима у центрального фонаря. И три режима у боковых диодов. Вот. Центральный диод у нас выдаёт на первом режиме средний свет. Это у нас будет 45 люминов до 80 метров. И светить будет около 12 часов. Вот. Второй режим у нас будет самый сильный. Он у нас будет 160 люминов до 120 метров. И светить будет около 5 часов. Третий режим у нас будет самый слабый. Он будет всего 6 люминов. Вот. Ну, и дистанция будет до 12 метров. И светить он будет около 120 часов. Вот. Ну, и, конечно же, четвёртый режим. Это у нас режим SOS. Вот. 114 люминов. Ну, тут и говорить нечего больше. Вот. Боковые, значит, диоды наши. Боковые диоды наши три режима имеют. Первый режим, заявленный производителем, это самый сильный режим. Это у нас 30 люминов до 10 метров рассеянного света на протяжении 12 часов. Вот. Также второй режим, значит, у нас 10 метров, 10, вернее, люминов, извиняюсь, 7 метров на протяжении 36 часов. И стробоскоп. Ну, стробоскоп, как стробоскоп. 36 люминов, вот. Сколько светить будет, даже производитель не знает. То есть, ну, мы это будем тоже как-то тестировать, проверять. Вот. Что касается веса. Веса у нас всего тут 94,7 грамма, что очень неплохо. Что очень неплохо. Вот. Ну, давайте всё-таки перейдём к тестированию, да, в ночное время. Вот. Пока отключаемся и ждём нашего тестирования. Итак, давайте перейдём к практике. Значит, давайте протестируем его на расстоянии до 2 метров. Тестирую я на белой стене. Проверим фокус, насколько хорошо бьёт луч. Ну, и посмотрим. Итак, начнём. Первый режим у нас режим средний. Средний режим центрального диода. Вот такое вот у нас тёплое свечение. Второй режим у нас идёт максимальный режим. И третий режим у нас минимальный. Четвёртый режим – режим SOS. Ну, и давайте перейдём на ближний свет. Ближний свет у нас переключается нажатием и удержанием кнопки. Вот такой вот у нас первый режим ближнего света. Вот такой второй, пониженный. И третий режим – стробоскоп. Фонарик имеет память также. Он сохраняет режимы перед включением. Запоминает прошлый режим, который у нас был. Что касается зелёного диода. Ну, давайте я вам покажу на минимальном режиме. Вот у нас зелёный диод. Зелёный диод нам говорит, что зарядка 95-100%. То есть, на полном заряде. Держит довольно долго, друзья. То есть, прошло уже, скажем так, часа два использования моего фонаря после зарядки. И, как видите, заряд держит. Не знаю, насколько его хватит. В принципе, я светил на минимальном. Я не светил на самом высоком. Вот. Ну, посмотрим. Что хочу сказать, друзья. В своей ценовой категории данный фонарь занимает золотую середину. В 24 доллара. Ну, всё, друзья. На этом всё. Ставим лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч. Пока-пока.